Создание мультимедийных презентаций, монтаж видеороликов, написание сценариев для клипов, знакомство с 3D-анимацией и принципами SMM-менеджмента. Пять дней, проведенных на инженерной смене в детском технопарке Кванториума Саров, пролетели для ребят как одно мгновение. Под руководством наставников они знакомились с медиасферой, разрабатывали контент для социальных сетей и пробовали себя в роли фотографов, операторов, монтажеров и журналистов. Итоги своей работы они представили во время защиты проектов. Это медиапродукт, видео, видеоинтервью, тиктоки, посты ВКонтакте. Все очень интересно, познавательно. Еще ребята у нас работали разных возрастов, с 10 до 16. Это большой такой охват возраста, но все справились, для всех нашлось задание. Анастасия Беглова своей командой представила проект, посвященный продвижению Кванториума в тиктоке. Это социальная сеть, одна из самых популярных у подростков. Создание там аккаунта детского технопарка, по мнению девушек, помогло бы повысить его популярность у их ровесников. Аккаунт тиктоки есть у каждой участницы команды. Основные принципы работы платформы им были уже знакомы. Тем не менее, наставники побудили взглянуть на привычные вещи по-новому. Я научилась многому, допустим, как нужно правильно снимать видео, как нужно правильно редактировать фотографии и в какой последовательности их выкладывать вообще в принципе. Это правда, это очень большой опыт и я каждому все-таки советую вообще в принципе побывать хоть раз в Кванториум. Проект Михаила Борисейко и его команды был посвящен киберпреступности и мошенничеству в социальных сетях. Жертвами злоумышленников могут стать и люди в возрасте и подростки, поэтому профилактике таких преступлений нужно уделять повышенное внимание, считают ребята. Информацию они пытались донести с помощью презентации и видеоролика, создавать которые их научили на смене. Научился работать в приложениях таких как Canva, Adobe Premiere Pro. Нам рассказывали и теоретическую часть, но в основном как пользоваться некоторым оборудованием и просто основами. Со вторника стартует бизнес «Смена Партнер Плюс». Четыре городских предприятия подготовили для ребят кейсы с техническими заданиями. Детям предстоит создать одностраничные сайты, придумать новые упаковки, сделать робота. Четвертая смена будет посвящена космосу. Ребята разработают макет города, пригодного для жизни на Марсе. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.